18 домов без воды. В чем причина очередной коммунальной аварии в Барнауле? Заплатите за проезд. Поднимут ли тариф в общественном транспорте БИИСКО? Дома лучше, когда жители края смогут улететь в Крым прямо из Барнаула. Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. 18 домов в центре Барнаула осталось сегодня без воды из-за коммунальной аварии, которая произошла на проспекте Комсомольском. Около 6 утра вода затопила проезжую часть. Вскоре на место прибыли коммунальные службы. Через 2 часа специалисты обнаружили место порыва, а выход воды был прекращен. Как нам сообщили в пресс-службе Барнаульского водоканала, причина – лопнувший водопровод диаметром 300 мм. Сейчас работы продолжаются. Без водоснабжения остается 10 административных зданий, 2 многоэтажки и 16 частных домов. Подвоз воды коммунальщики осуществляют по заявкам жителей. Полностью устранить аварию и восстановить подачу воды обещают сегодня к вечеру. Вандалы разгромили детскую площадку в одном из спальных районов Барнаула. Об этом инициативные жители написали в социальных сетях. Реакция от властей последовала незамедлительно. Чиновники пообещали отремонтировать игровой комплекс. Вот так сейчас выглядит городок в сквере Химиков. Это район потока. Территорию облагородили здесь несколько месяцев назад. Установили качели и вот такой замок из пластика. За это время площадка стала центром притяжения местной ребятни и, похоже, хулиганов. Им особенно приглянулись трубы, по которым можно скатиться со второго этажа. Элементы оказались повреждены сразу в двух местах. Маркером написаны нецензурные слова. Как отметили в администрации Октябрьского района, в ближайшее время городок будет восстановлен. Плюсы власти города планируют установить камеры наружного наблюдения для того, чтобы впредь избежать таких случаев. Это ужасно. Очень хочется посмотреть на этих людей, для чего это просто делается. Это для детей. Вот дети пришли, играют, веселятся. Но никак не вот это. У меня даже сын сегодня удивился. Мама говорит, что тут за дырка, что тут сломано. Я говорю, сынок, я не знаю. Мы буквально неделю назад тут были, тут было все сделано. Это и другие не менее значимые темы сферы ЖКХ. Смотрите сегодня вечером в рубрике «Коммунальный патруль» сразу же после выпуска новостей. Бийские автоперевозчики просят поднять цену проезда до 20 рублей. Сейчас в городе билет стоит 17 рублей 50 копеек, что, по мнению предпринимателей, убыточно для всей отрасли. А в мэрии про такую просьбу автоперевозчиков ничего не слышали. Нашим коллегам представители власти сообщили, что в ближайшей повестке нет вопроса о повышении стоимости проезда. Специалисты говорят, сначала предпринимателям нужно экономически обосновать рост тарифа и собрать для этого необходимые документы. Пока что это сделали лишь пятая часть всех бийских перевозчиков. Напомним, в последний раз тариф в Бийске поднимали в 2016 году. Делегация из Алтайского края примет участие в обсуждении экономической ситуации в России и мире. Сегодня в Москве начал работу 10-й Гайдаровский форум. Это международная научно-практическая конференция в области экономики. В течение трех дней на ней будут рассматривать варианты развития страны, ее отдельных территорий и сфер. От здравоохранения и образования до инновации применения цифровых технологий. Известно, что главы регионов, в том числе Виктор Томенко, встретятся с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко. Также общественно-политические деятели и известные эксперты примут участие в презентации итоговой рейтинга инновационных регионов России. 35 сотрудников следственного управления края сегодня получат награды в честь профессионального праздника. 8 лет назад следственное управление стало отдельным ведомством. Сейчас в нем 156 сотрудников, которые расследуют наиболее тяжкие и опасные преступления, в том числе связанные с коррупцией. Только Следственный комитет вправе привлечь к уголовной ответственности депутатов, чиновников и сотрудников правоохранительных органов. За 8 лет работы следователи рассмотрели более 132 тысяч сообщений о преступлениях и возбудили свыше 20 тысяч уголовных дел. Государству возмещен ущерб почти в 100 миллионов рублей. Из Барнаула запустят прямые рейсы в Симферополь. Новость об этом появилась на сайте Барнаульского аэропорта. Перелеты будет осуществлять российская авиакомпания «Нордвинд». Первый вылет состоится 4 июня, а далее каждый вторник. Сообщается, что билеты можно будет приобрести от 11 тысяч рублей. Пока же барнаульские туристы могут попасть в Крым только с пересадками в других городах. В прошлом году россияне чаще всего покупали струйматериалы, смартфоны и телевизоры, гласит статистика сервиса «Яндекс.Маркет». Совсем немного уступила бытовая техника и автомобили. На фоне этого понятным выглядит интерес к крупным кредитам, который отметили в банках. Ремонт, смена авто и гаджеты – дорогостоящие покупки. Многие предпочитают совершать их с финансовой помощью банков. Клиент может приобрести сразу все необходимое. К тому же, по крупным кредитам банки чаще предоставляют более выгодные условия. В подтверждение последних слов можно привести кредит от Банка Восточный с максимальной суммой до 30 миллионов рублей и ставкой от 9,9% годовых. И доступно это предложение практически всем. До 30 миллионов рублей банк предоставляет под залог недвижимости квартиры, загородного дома или даже коммерческих площадей. В 2018 году клиенты банка оформляли кредит не только для крупных покупок, но и даже для погашения уже имеющихся дорогих кредитов. Если в списке ваших желаний на этот год было стать миллионером, совершить массу покупок, сделать ремонт или слетать в отпуск, то поможет вам в этом любая недвижимость в собственности и приятные условия кредитования от Банка Восточный. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания Эвалар. А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин Форте Эвалар. Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин Форте Эвалар. Почувствуйте разницу. 15 января в Крае ясно, а во многих районах по-настоящему тепло. В Славгороде-Зминогорске камни на обе всего около 3 градусов мороза. В Бийске минус 13, в Белокурихе до 7 ниже 0. В Барнауле ясно ветер юго-западный умеренный. Днем около 15 градусов мороза. Напоминать телефон редакции в Барнауле 722 440. А у меня на этом все новости. До встречи.